В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте! И далее о главных событиях в субботы. Снова бьют по гражданским. Под ударом российской армии оказались несколько регионов Украины. Есть погибшие и раненые. Взрыв был очень сильный. Затряслась квартира. Я сразу выбежала в коридор. 90 боев произошло на фронте с начала суток. На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются проводить комбинированные атаки, но несут огромные потери в живой силе и технике. У них недостаточно стратегических резервов. Они вынуждены оперативные, наиболее подготовленные подразделения перемещать с одного направления на другое. В Грузии состоялись парламентские выборы. На какое будущее рассчитывают грузины? Центральная избирательная комиссия считает голоса. Я голосовал за свободу и за европейский выбор. Я жду перемен, смены правительства, чтобы оно было более прогрессивным, менее коррумпированным. Беспилотники над Волынскими лесами в области провели масштабные учебно-тренировочные игры украинских аэроразведчиков, пехотинцев и пилотов FPV-дронов WarGames. Российская армия несколько раз обстреляла Харьковскую область. По данным областной прокуратуры по селу Литково, россияне предварительно ударили двумя ракетами С-300. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело погибшего. Еще один человек пострадал. Вторая ракета упала на открытой местности. Кроме того, российские оккупанты ударили кассетными боеприпасами из урагана по поселку Рогань. Здесь без пострадавших. Армия РФ атаковала дронами столицы Украины, Киев. Накануне вечером погибла 14-летняя девочка. Шесть человек получили ранения. Двое из них госпитализированы, сообщили в городской администрации. Повреждена жилая высотка в одном из районов столицы. Разрушены квартиры с 17 по 21 этаж. Взрыв был очень сильный. Затряслась квартира. Я сразу выбежала в коридор. Открыла дверь. Там сразу сигнализация запищала. То есть я поняла, что где-то пожар. Открыла дверь там, где лифты. Там уже воняло дымом. Мы быстро схватили кошку. Особо ничего не успели взять. Даже выбежали без курток. Тут нам уже какие-то кофты дали. Пять человек погибли. Среди них ребенок. Более 20 получили ранения вследствие нанесенных ударов российскими ракетами по Днепру. В ночь на 26 октября. Один двухэтажный дом на 8. Квартир полностью разрушен. Два таких же соседних значительно повреждены. Частично разрушено здание больницы. Как ликвидируют последствия, смотрите в материале Натальи Гусак. Галина живет в нескольких сотнях метров от эпицентра взрыва. Говорит, ее дом чудом не пострадал. Даже окна уцелели. А вот соседний двухэтажный, где было 8 квартир, разрушен полностью. Люди рассказывают, между предупреждением о ракетной атаке и ударом прошло слишком мало времени. Даже выйти в коридор не успели, а многие в это время уже спали. Был 12-й час ночи. Непонятно было. Окна все повырывало, все улетело в комнату. Все прямо свырвало с корнем пластиковые. Это сейчас уже утром смотришь в спальне, осколки от стекол прямо торчат в матрасе. Буквально 5 сантиметров было бы и уже в голову залетело. Спустя несколько часов стало известно о троих погибших. Все они жильцы разрушенного дома. Спасатели говорят, точного числа людей, которые ночью находились в квартирах, не знали. Поэтому с утра привлекли кинологов и четыре собаки. Они указали на возможное место, где может быть человек. Они показали место и дальше надо разбирать завалы. Спустя час на месте, куда указали поисковые собаки, спасатели нашли еще одного погибшего. Рассказывают, ночью чудом удалось спасти женщину. Ее придавило металлической балкой, но она осталась жива. Мы применили тот элемент, который не один раз применяли на завалах. Это минута тишины. Она как раз дала позитивный результат. Мы услышали звуки или похлопывания по металлическому предмету. Услышали, что идет звук и определили основное место для разбора завалов. Спасательная операция длилась более 12 часов. Все это время полиция принимала заявление о поврежденном имуществе. Непригодными для проживания предварительно признали 16 квартир. Их жильцов будут отселять. Всего повреждены несколько десятков многоэтажных домов. В ночь с пятницы на субботу фактически в выходной день, когда все семьи были у себя дома. Мы видим, что ракета попала в жилой дом. Есть и пострадавшие, есть погибшие, есть раненые. Мы видим, насколько повреждены дома, которые находятся рядом. Второй удар россияне нанесли по центральной части Днепра. В результате повреждены несколько сотен квартир и больницы. В городе с самого утра работают все необходимые службы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ночных ракетных ударов. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов из Днепра. Для телеканала «Фридом». Россия должна ответить за ежедневные удары по Украине. На этом акцентировала внимание посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринг. Каждую ночь Россия запускает беспилотники и ракеты по Украине, часто поражая гражданские цели. Вследствие российской атаки в Киеве вспыхнул пожар в жилом многоэтажном доме. Россию необходимо призвать к ответу. Бриджит Бринг, посол США в Украине, соцсети «Икс». Армия РФ продолжает нести колоссальные потери. А на Покровском направлении у россиян проблемы со стратегическими резервами. Об этом и о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. С начала суток на передовой произошло уже 90 боев. Больше всего российских штурмов на Покровском направлении отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Макеевки и Грековки Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Торского, Тернов и Серебрянки Донецкой области, а также Кругляковки, Кондрашовки, Синьковки, Берестового, Старицы и Волчанско-Харьковской области. На Харьковском фронте российские оккупанты проводят комбинированные атаки, отмечают украинские защитники. Противник применяет легкобронированную и бронированную технику. Пытается забросить штурмовую пехоту на переднюю линию. И также это поэтапное пешее накопление. Российские оккупанты движутся по посадкам, чтобы по ним было сложнее отработать артиллерией. Также они перебегают в чистом поле цепью по 8-10 человек. Силы обороны из 10 ликвидируют 9. Один добежал. За ними идет следующая партия. Выжившие пытаются накопиться, перегруппироваться и продвинуться ближе к нашим позициям. Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины, в интервью изданию «Нью войс». На Купинском участке Харьковского фронта у россиян безуспешная цель Купинск узловой, говорят эксперты. Сюда враг пытается продвигаться, действительно этими малыми группами кто-то зацепится и так накатами, потому что атаки происходят буквально каждые 20-30 минут. Мы сказали с вами о том, что очень много пехотных компонентов у врага, это то, что сегодня он будет пытаться использовать максимально, забрасывать фактически делами своих так называемых воинов продвижение остальных к этой цели. Первыми идут те, кого вообще не жалко, хотя россияне не жалеют никого, и только за ними уже потом идут более подготовленные бойцы, которые тоже гибнут, но пытаются закрепиться на тех позициях, которые у них еще могут появляться, обновленные позиции. Также на Купинском участке пограничники ликвидировали пехоту захватчиков, БМП, пушку, пять автомобилей и военный грузовик. А на Волчанском участке укрытие россиян вместе с личным составом, склады боеприпасов, пункты наблюдения и связи. Воины 109-го батальона уничтожили три пушки оккупантов. Не оставляют попыток вести активные штурмовые действия российские оккупанты и в районе Селидова. Собственно говоря, вот Селидовская оборона, она сдерживает в значительной мере, не дает продвигаться российским оккупантам на главном направлении удара, на Покровском направлении. И то, как противник концентрирует резервы вокруг Селидовых, свидетельствует о том, что задействованы в первую очередь оперативные резервы. То есть подразделения, у которых недостаточно стратегических резервов, они вынуждены оперативные, наиболее подготовленные подразделения перемещать с одного направления на другое. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 687 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1690 российских солдат, уничтожены 12 танков, 29 артиллерийских систем, 45 бронемашин и десятки единиц другой техники россиян. На территории Великобритании продолжается многонациональная операция «Интерфлекс». В ее рамках обучение украинских воинов проводят британские инструкторы. Военнослужащие отрабатывают ведение огня и тактику передвижения на разных расстояниях, а также сдают тесты на точную стрельбу. Как отметили в генеральном штабе ВСУ, это помогает новобранцам адаптироваться к разным боевым ситуациям, быстро реагировать на изменения обстановки и сохранять точность огня и максимальную эффективность поражения целей. В условиях современных боевых действий огневая подготовка важна для украинских военных. Она позволяет нашим военным готовиться к любым вызовам на поле боя, повышает их эффективность и шансы на успех. Также важна работа в парах, которая позволяет военным лучше координировать свои действия, поддерживать друг друга и эффективнее выполнять боевые задания. Из сообщения генерального штаба ВСУ в Facebook. Лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 миллиардов долларов США в виде кредитов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Большой Семерки. Там отмечается, что они будут погашаться за счет будущих поступлений, полученных из доходов от российских активов. И это будет осуществляться в соответствии с правовыми системами G7 и международным правом. Средства для Украины будут поступать по различным каналам, включая бюджетную, военную, а также помощь в восстановлении Украины. Еврокомиссия приветствовала решение G7 по кредиту для Украины в 50 миллиардов долларов и назвала размер помощи от Евросоюза. Это подтверждает, что ЕС и партнеры в G7 выполняют обещания, которые они сделали в июне на саммите лидеров. Это достижение подчеркивает непоколебимую настроенность ЕС и партнеров в G7 поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Учитывая подтвержденные взносы партнеров по G7, пропорциональные размеру их экономик, ЕС ожидаемо предоставит макрофинансовый кредит почти на 19,5 миллиардов долларов. Из коммунике пресс-службы Еврокомиссии. В Грузии состоялись парламентские выборы. Новый состав парламента впервые избирали не по смешанной системе, как было до этого, а по пропорциональной. В избирательной гонке участвовали 18 партий. Для того, чтобы пройти в парламент, им нужно было преодолеть 5-процентный барьер. Избирательные участки уже закрылись. ЦИК планирует объявить окончательные результаты утром 27 октября после ручного пересчета всех бюллетеней. Во время парламентских выборов в Грузии возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка. Кадры инцидента распространили грузинские СМИ. По данным местных журналистов, столкновение якобы произошло между наблюдателями и лицами, связанными с партией власти. Группа агрессивно настроенных людей сначала вступила в спор с наблюдателями, а затем применила физическую силу. Процесс голосования на этом участке был приостановлен. Также на одном из участков в городе Марнеули был сфиксирован вброс бюллетеней. Этот участок закрыли. Центральной избирательной комиссии уже заявили, результаты голосования на этом участке признаны недействительными. А глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел страны как можно быстрее разобраться в этом инциденте. В СМИ и интернете распространяется информация о том, что на 69-м избирательном участке Марнеули в урну для голосования были вброшены бюллетени. Это тревожная информация. Центральная избирательная комиссия не позволит таким манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов. Насколько мне известно, по этому факту МВД возбудило уголовное дело. Я хотел бы попросить министерства как можно быстрее реализовать соответствующие процедуры, чтобы предоставить общественности объективную, точную информацию в пределах нашей компетенции. Георгий Каландаришвили, глава Центральной избирательной комиссии Грузии. Явку на выборах в Грузии уже назвали рекордной. Проголосовало более 50% избирателей. Пока известны результаты грузинских парламентских выборов с нескольких зарубежных участков. На них большинство голосов получили оппозиционные партии. Эти выборы называют самыми важными с момента обретения страной независимости в 91-м году. Ведь на них грузинский народ выбирает свое будущее. Я голосовал за свободу и за европейский выбор. Я жду перемен, смены правительства, чтобы оно было более прогрессивным, менее коррумпированным. Я за будущее, за европейское будущее и за правительство, которое не будет стремиться создавать проблемы и пугать людей. Потому что страх это худшее, что может быть в стране. Я верю, что наш путь обязательно приведет в Европу. Обязательно. Мы ждем спокойствия и окончания этого 12-летнего правления, потому что перемены крайне необходимы. Первые военные КНДР окажутся в зонах боев уже 27-28 октября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это является очевидным эскалационным шагом со стороны страны-оккупанта. Подробнее в материале. Нехватка живой силы отчаянием России назвали в Пентагоне отправку северокорейских войск на войну против Украины. По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг, Соединенным Штатам известно об отправке около 3000 солдат КНДР в Россию. Если они примут участие в боевых действиях против Украины, это будет свидетельством того, что Путин не достиг своих стратегических целей на фронте. Мы видели доказательства того, что войска КНДР вошли в Россию. Что именно они делают, пока не ясно, но мы, безусловно, продолжим наблюдение. Это действительно подчеркивает отчаяние России. Если они когда-либо вступят в бой, я думаю, это докажет, что Путин не справился со своими стратегическими целями на поле боя. По данным экспертов, на фронте северокорейские солдаты либо дезертируют, либо станут очередным расходным материалом для Кремля. Их могут привлечь в первую очередь в штурмовые отряды. По данным украинской разведки, в России уже известно о первых случаях попыток дезертирства. Теперь к солдатам из КНДР будут применены жесткие меры, пишет издание Business Insider. Они подают отчеты на всех. Не слишком ли много они пьют? Пытаются ли они приобрести товары, которые они могут получить в Северной Корее, и отправить их домой? Джозеф Бермудес-младший. Специалист Центра международных и стратегических исследований из статьи издания Business Insider. Первые подразделения северокорейских военных будут задействованы на фронте уже 27-28 октября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Зеленский подчеркнул, что это является очевидной эскалацией со стороны России. Мир может четко увидеть, чего действительно хочет Россия. И это продолжение войны. Именно поэтому необходима принципиальная и сильная реакция мировых лидеров. Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ не в виде закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян для соблюдения устава ООН и наказания за эскалацию. Владимир Зеленский, президент Украины и сообщение в Телеграм. Привлечение войск Северной Кореи к войне России против Украины – это серьезное нарушение международного права, включая устав ООН. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. И подчеркивается, что европейская безопасность тесно связана с безопасностью Индотихоокеанского региона. Это односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и рост напряженности в регионе и во всем мире. Поддержка агрессивной войны России против Украины со стороны Северной Кореи демонстрирует, как тесно европейская безопасность связана с безопасностью Индотихоокеанского региона. Европейский союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая меры реагирования. Жозеп Боррель. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Из заявления на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС. КНДР вскоре отправит вторую партию своих военных в Россию, сообщает Блумберг, ссылаясь на отчеты южнокорейской разведки. По их данным, после почти месячной подготовки на военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, северокорейские войска отправят воевать против Украины. В документах также отмечается, что Кремль планирует обеспечить их оружием, формой и фальшивыми удостоверениями личности, чтобы солдат воспринимали как жителей восточных регионов России. Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет. В операции на расстоянии около 1600 километров от Израиля были задействованы десятки самолетов, включая истребители и разведчики. Теперь я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана на Израиль. Мы нанесли точечные и прицельные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственные угрозы государству Израиль. Сегодня мы продемонстрировали, что у нас есть и способность, и решимость действовать, и мы готовы как в нападении, так и в обороне защищать государство Израиль и народ Израиля. Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону. Как заявили в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Израиля Галланд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары Цахал по военным целям в Иране. Остин также заявил, что решительно настроен противостоять напряженности или эскалации ситуации в регионе. Россия и Беларусь проведут совместное военное учение «Запад-2025». Киев не исключает перемещение сил в сторону украинской границы. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире марафона «Едыни новыны». По его информации, украинские разведчики внимательно проследят за тем, как будут развиваться события во время белорусско-российских военных учений. Пограничники пока не фиксируют перемещение сил Беларуси в направлении украинской границы. Однако Украина должна иметь эффективные оборонительные укрепления на границе с Беларусью, подчеркнул Демченко. С начала осени вследствие российских обстрелов в портах Одесского региона были повреждены четыре гражданских судна. Одно из которых было с зерном для Египта, а другое с гуманитарным грузом продовольственной программы ООН для Палестины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Египет. Цель России цинична. Агрессивная война, которую ведет Россия против Украины, сейчас касается многих стран, в том числе Индии и Германии. Об этом после встречи с индийским премьер-министром Нарен Драймоди в Нью-Дели заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Также во время своего визита в Индию Олаф Шольц пообщался со студентами и отметил важное сотрудничество между разными странами, которое основывается на соблюдении международных норм и соглашений. Сейчас самое время попытаться развивать отношения таким образом, чтобы они были равноправными, чтобы все работали вместе и никто не указывал другим, что делать. Но это также означает, что мы очень строго следуем международным нормам и соглашениям, например, уставу ООН. Беспилотники над Волынскими лесами в области провели масштабные учебно-тренировочные игры аэрозазведчиков, пехотинцев и пилотов FPV-дронов War Games. Они уникальны тем, что их организаторы гражданские, которые пригласили действующих военнослужащих, поделиться опытом. Будущих добровольцев обучали, как передвигаться по лесу, а операторов дронов, как правильно маскироваться и выявлять противника. Далее подробнее наши корреспонденты. Только взошло солнце, более полусотни участников тренировки собираются на обозначенной локации. Штурмовая группа заряжает патроны в пейнтбольные винтовки. Операторы «Мавиков» готовят скиды, а пилоты FPV – замены боеприпасов, наполненные известью. Например, когда падает без скида, чтобы был определенный эффект, чтобы мы понимали, что отбылся урожай. Участники разбиваются на две команды. Каждая занимает известные лишь ей локации. Под маскировочной сеткой подразделения аэроразведки оборудовали позицию. Установили старлинки и антенны для усиления сигналов дронов. Настроили технику для онлайн-трансляции. «Мавики» вилетають, і вони стрімлять нам свою картинку. Те, що «Мавик» бачить, ми по налаштованим спеціальним системам, побутовим языком, ми отримуємо цю картинку ось зараз сюди. Відповідно, бачучи цю картинку, ми орієнтуємося в ситуації, і відповідно до цієї ситуації ми діємо. Це можливість дотрикнутися хоч трошечки до того, що відбувається напередові, як це використовувати. Ігор – аероразведчик, демобілізовався полгода назад. При цьому навыки управління «Мавиком» не забыл. Його безпілотник легко вилетає з посадки і мониторить поле боя. Багато людей, які мають бойовий досвід, і якраз його передати, поділитися, і вживу побачити, цивільні можуть, як працювати, треба по виявленню ворога. Задання піхоти – вычислить позиції другой групи і її обезвредить. ФПВ-команди противника или разведдрон нейтралізують антидроновою винтовкою. Така ж работа на другому участку імпровізованого поля битвы. Аероразведчики внимательно исследують кожний квадратний метр территории противника і следять за тем, щоб штормовики оттуда не приблизились к їх позиціям. Один екіпаж у нас вже в тилу, чекає нагоди у ворога. Другий екіпаж проривається по лівому флангу. Один дрон нас постійно моніторить смугу 500 метрів, щоб ми десь не пропустили підхід до якогось ДРГ чи ще щось. А другий дрон проводить розвідку загальну. І вот за нескільки десятков метров определили замаскированного бойця. Чей дрон відсуттє на землю? В реальному бою потерянний или использований дрон – це розходник. На тренировках їх іщуть по сигналу GPS, ремонтирують і знову запускають в роботу, розказываєт Александр. Він учитель в школі, преподаєт «Защиту України». Прошел курси управления безпілотниками і тепер практикується в условіях, максимально приближенних к боєвим. А от таким FPV-дронам оператори поражають баги команди противника. Другой дрон охотиться за пехотинцем, который покидает подбитую технику. За ходом учений следят в штабі, куди транслирується видео со всіх безпілотників. Координирують дві команди руководитель учебного центра по управлінню БПЛА Павел Цапюк. Кожен рух, кожна якась вправа, кожна ситуація – це неуціненний досвід. А ми беремо собі за ціль налагодити один з кращих навчальних процесів в сфері БПЛА і для України, і для наших закордонних партнерів Польщі і Чехії, які хочуть нашого досвіду. Це перші, але не останні тренувачні ігри для новобранців. Організатори вже планирують вторі соревновання War Games на ближайші неділи, поки групи участників можуть эффективно маскироватися. Денис Филюк із Волынської області для телеканала «Фридом». Щоб знати ще більше, підписуйтесь на ютуб-канал «Фридом». На страниці найдете інформаційні, аналитичні матеріали, а також інтерв'ю і мнення експертов. Сканіруйте код на екрані, переходите по ссылці і підписуйтесь. Ну а в цьому випускі я ставлю точку. Ефір «Фридома» продолжить Александр Пельподовний. Я с вами прощаюсь до завтра.